друзья всем привет уверен среди вас найдутся те кто так же как и я болен культуры кастомайзинга а в частности металл шейпингом но если так случилось что нет то в течение этого ролика я постараюсь вас заразить но для тех кто не в курсе расскажу буквально в двух словах металл шейпинг это работа с листовым металлом в частности изготовление вручную кузовных панелей и многих декоративно прикладных элементов сразу скажу это лишь мое видение металл шейпинга если вы более осведомлены по теме то добро пожаловать в комментарии так вот для работы с листовым металлом требуется огромнейшее количество инструмента технологий приспособлений но есть то без чего не мыслит свою работу ни один уважающий себя шейпер те кто уже подписан на наш инстаграм знают о чем пойдет речь и видели многие интересные нюансы но если вы не подписан то переходим по ссылке в описании подписываемся чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей мастерской так вот без чего же не представляет свою работу ни один шейпер правильно это английское колесо я уже больше года изучаю станки и инструменты приспособлений и технологии для работы с листовым металлом и начать я решил именно с него так как она имеет самый широкий функционал для чего же она нужно вероятнее всего спросите меня вы помощью него вы можете делать дутые кузовные панели локально растянуть лист металла разгладить залом и сделать панель с двойной кривизной в общем функционал достаточно обширен и если немного потренироваться и подключить фантазию то можно таких делов наворотить а в моем случае все еще более странно чем могло бы быть у меня английское колесо сделано в масштабе так как на нем я буду делать модели 8 10 масштаба и прошу вас не торопитесь делать выводы несмотря на его скромные размеры она полностью функционально и делать на нем можно все то же самое что и на большом английском колесе а теперь давайте повнимательнее рассмотрим сам станок а это именно станок и разберемся как он устроен прежде всего это конечно же рама рамы выполнены из профиля 50 на 50 со стенкой 3 кстати размеры рамы всего лишь 345 на 440 миллиметров я был уверен что он получится сильно больше формы и габариты зел подбирались таким образом чтобы можно было катать большие панели типа крыши капота или чего-то подобного также решил добавить небольшой упор внизу рамы для большей устойчивости все это было нарезано ленточной пиле у меня на работе и сварено коляном за что ему огромное спасибо следующий элемент на проектирование которого у меня ушло больше всего времени это поджимной механизм все же видели как выглядит обычные слесарные тиски у них есть подвижная часть на которой закреплен винт таким образом чтобы он мог свободно вращаться и статичной части резьбы при вращении винта вы зажимаете либо отпускаете деталь так вот принцип поджимного механизма в английском колесе точно такой же в раму через доработанную кузовную шайбу огромного размера в вареных гайках того винта сам же винт закреплен в двухрядном радиально упорном подшипнике с помощью гайки м8 который в свою очередь посажен в каретку кстати винт пришлось протачивать на дакарном так как изначально никаких посадок и респ там не было а вот каретки было больше всего гемора обратите внимание что подшипник сидит не только на посадке но еще и фиксируется крышкой на четырех винтах также снизу есть четыре отверстия для крепления вилки в которой держится верхний ролик и вот это все нужно было как-то уместить в минимальные габариты то еще задачка знаете ли и именно поэтому была выбрана 50 труба потому что только в нее можно было уместить всю нутрянку но и самое главное в английском колесе ролики так как станок модельный готовых вариантов к нему просто не существует но выход как всегда лежал на поверхности подшипники для верхнего я взял подшипник размером 100 на 40 на 25 миллиметров а для нижних 24 на 8 на 8 если с верхним все просто вытащить центрующие фланцы доставь на станок то есть нижнее все куда интереснее нижние ролики формируют необходимый нам изгиб листа и поэтому и должно быть много и все они должны иметь различную кривизну поверхность чтобы не промахнуться с геометрией сделал вот такой шаблон и сверялся с ним в процессе изготовления самым простым способом придания форм не показал зажать подшипник на винте вставить шуруповерт и на наждаке аккуратно подтачивать когда все ролики готовы их необходимо заполировать практически до зеркального блеска потому что все риски и следы которые есть на ролике будут отпечатываться на листе а нам это не нужно еще при проектировании я хотел повторить одну фишку которую подсмотрел уменитых производителей как видите сейчас я могу катать только поперек зева но не всегда это бывает удобно поэтому я сделал съемными нижнюю и верхнюю вилки и повернув их на 90 градусов я смогу катать уже во внутрь рамы вот по постройке и все теперь мы вместе с вами наконец-то можем попробовать каково это катать метал для пробы пера я решил сделать небольшое дутое крыло важно заметить что обычно такие элементы делаются из нескольких кусков но мы с вами постараемся сделать из одного для вот этой покрышки подробно останавливаться на процессе изготовления я сейчас не буду так как сам практически не имею в этом опыта но обязательно как только я его на работу я поделюсь с вами выпустив большую серию роликов по работе на английском колесе и других инструментах которые используются в металл шейпинге если вам это будет интересно обязательно пишите в комментариях об этом и Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, вроде похоже, но нужна практика, много практики, а также другие приспособы, чтобы делать по-настоящему законченные изделия. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне с постройкой этого станка. Без вас этого бы просто не было. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Крутых вам проектов и помните, в кастомайзинге главное это... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok